что частота собственных колебаний 500 килогерц вот одна клетка одна микросекунда тут около 2 клетки значит 500 килогерц этого пиканет немножко больше чем меньше чем 500 килогерц это без нагрузки такая сила грамма тут поднизу намотан паяльник ой под низом намотана катушка по всей длине где-то 05 08 наверное где-то 06 05 провод тут ее концы подключены вот к этим витками параллель еще эти нам последовать не строчим греть не греть может тут больше на этой стороне витков лампочка тут пока не подключена на выкручена вот такая была осциллограмма если ее включить но еле горит если и вот из граммах остановится же на выходе прямоугольники еще у меня был щуп сгоревший вот этот плюсовой там стоит резистор последовательно сказать параллельно с конденсатором 9 мегаом и конденсатор там 5 пикофарад раньше еще параллельно стоял 22 пикофарад а кто 22 пикофарад загорелый он коротил и поэтому и раньше мере мерил эти колебания и их колебания были частота была где-то 310 килогерц и удивлялся почему 310 килогерца когда провод прямо ложу на катушку тогда колебание около 500 килогерц поэтому это потому потому что он был закороченный по всей длине шла еще вот эта емкость кассиллограф и это вносила емкость поэтому частота была другая теперь вот этот конец только вносит емкость он он там очень маленькую емкость носит поэтому почти та самая емкость что вот тут подключаю что она на вот этот конец катушки подключаю что может на катушку то самую частоту практически показывает ну что это емкость это уже становится мизерно там резистор 9 мегаом уже не как-то емкость не может и конденсатор 5 фарад параллельно ему он тоже только в общем пропускаете он он тоже емкость не может там очень маленькая емкость 5 пк фарад придется подрегулировать вот тут чтоб были прямоугольники прямые ну это может и не буду регулировать потому что не буду заморачивать там не так важно ну так то нужно по нормальному там все отрегулировать чтобы чтобы не было что прямые были правильная была целограмма снималась без искажения вот на низких частотах прямоугольники и так достаточно вот прямые эти два потенциометра есть один регулирует видно ничего не регулирует второй еще есть руками неудобно тут еще что-то нет она регулирует вот под нагрузкой прямоугольники получаются на выходе потому что нет резонансных конденсатор а без нагрузки я затухающие колебания тут скважина где-то 50 процентов если ее уменьшать вот несколько вот такое появилась целограмма такая ели все держится вот так и потом сверху намотана вот это называемая граната тут 50 метров я покупал 12 евро стоило 1 и 2 миллиметра квадратных вольтами там по 450 вольтых 70 750 вольт номинальное напряжение 40 50 вот это наверное переменная 750 постоянно цвет черный и вниз длина 50 метров вот это называемый нет 7 филлер потому что не рассчитал немножко пришлось седьмой слой до мотать то было слишком много провода так вот тут все все мотается как по руслану по лобуху как он объяснял а так столько все в одну сторону все те самые нахлёст и только все в одну сторону и три три последних слоя они два последних потому что провода было слишком много еще один слой дома то тут вот это вот тут по всей длине нет просто если я думал если тут это все заполнит тогда не получится у меня 6 слоев тут меньше вообще-то нужно было сперва намотать это лаково его на сюда так тут в лично вот этот индуктор так называемый по всей длине лаковый и как бы руслану вроде бы лампочкой и не должна ярко гореть а когда будет тесла включена тогда она ярко загорится меня уже тут смущает что очень низкое напряжение вряд ли она там ярче загорится тем более непонятно что этот индуктор нужен или не нужен он так и не сказал в последних его объяснениях вот тесла добавляю сказать никакого эффекта нет а тут немножко есть паяльник этот провод лежал вот немножко ярче с с теслой горит тут понык ближе поставлю что еще ярче пути теперь частоту можно подмулировать тот самый резонанс самая яркость вот тесла чистота у у у у Если частота где-то 1 МГц, свободных колебаний где-то 500 кГц смотрели в этой съемной катушке, может она так слабо и горит. Немножко феррит понесем, вот он и так феррит есть. Наверное надо параллельно лампочке ставить резонансный конденсатор. В общем напряжения нет, но может быть индуктор слишком длинный, поэтому счет в минус пошло. Так бы было выше напряжения. Вот еще хочу нарисовать схему Капанадзе с банкой. Вот феррит. Я тут даже рисовал уже. Вот она примерно какая. 220 Вольт идет на эту катушку. Идет и потом идет один конец на лампочке. Второй конец идет на землю. На землю тоже идет. Тоже на 20 Вольт. На трансформатор идет. Тут инвертор стоит. Тут понижающий трансформатор. Тоже на 50 герц. Для запитки. Для запитки. Там и катушки. Мотоцикл или какой-то. Вот генератор. Идет. Там еще синхронизация. Может на 50 герц делает. Вот для чего Капанадзе не включал нагрузку без искры. Он сперва искру подключал. Смотрел или есть искра, а потом подключал нагрузку. Потому что если бы он включил бы сперва нагрузку, то там идут вот такие тоненькие провода в эту катушку. Там они через банку идут. На самом деле. Ну вот и другой. Потом идет в катушку от банки. Один оранжевый в банку идет. И второй. И там один к банке крышки припален. Это просто идет он на землю. Чтоб крышку заземлить. Чтоб она там не била током. Такой белый. В трубку идет. Потом он на землю идет. А никакой там лаковые обмотки под низом нет. Как там Руслан объяснял в конференции. Вот тут вот разрядник. Все заземлено. Один конец идет на лампу. Второй конец ламп. Видно, что идет на землю. И на разрядник второй конец на землю идет. А вот Руслан говорит, что там намотана тонкая обмотка под низом. Там если было бы намотана тонкая обмотка, так там нужно где-то 10 тысяч ветков намотать. Чтоб на 220 вольт на 50 герц она бы не сгорела. А тут как идут вот тонкие провода, так если бы не было эффекта сеток, так бы вот как бы. Тогда 220 вольт шло бы вот через короткую катушку, где-то на 10 метров, 12 метров. Вот потом через нагрузку 5 киловатт. Такое большое сопротивление. И потом вот обратно по этому тонкому проводу. Так эти тонкие провода бы нагрелись, начали бы дыметь, которые подключены бы вот тут. Потом он сперва включал искру, когда появится прибавка. Тогда включал уже 220 вольт, а тогда в банке где-то переключатель. Чиркал. Если намотать катушку, как Руслан говорит, тонкую лаковую под низом, и на нее 220 вольт и 50 герц подать, так там 10 тысяч ветков. Тут где-то на банке там, допустим, 30 витков. 30 витков на 10 тысяч. Поделись, там где-то 1 вольт получится. Так что там 1 вольт на выходе будет. И там может даже 1 вольта не будет. И что искра так сильно повысит напряжение, что до 220 она поднимется. Но нелогично. И почему будет обязательно 220, а не почему никакое другое напряжение. Это же очень тогда трудно было бы попасть на эти 220, потому что там может любое напряжение получиться. Это нелогично. Поэтому там Капанадзе просто тупо пропускал 220 вольт через катушку, и у него сразу на выходе 220 вольт было. Это самый логический вывод, по-моему. И я видел на другие его видео, там тоже видно, что он пропускает 220 прямо через катушки. Только там уже обе параллельно скручены. В 2007 видео там уже идут на выход сразу эти провода. То есть он пропускает, и поэтому он что вложит, то и получит. Какое напряжение подаст, такое получит. Руслан ведь тоже в своих ранних видео пропускал через катушку провод. Ну и только он еще и индуктор использовал вместе. Ну и нормально работало с пропусканием. Только нужно было отказаться от этого индуктора и все просто тупо пропускать через катушку. Тогда было бы все проще и КПД выше был бы. Потому что передавать на воздушной катушке это очень низкий КПД получается. Тем более, когда много слоев и нет резонанса. Если есть резонанс, тогда можно получить опыт КПД близкий к 100%. А если резонанса нет, тогда будет низкий КПД передача. Только надо рассчитать витки и правильно расположить индуктор. Тогда будет высокий КПД. А так, если не рассчитать, то и на резонансе будет низкий КПД. Показать хочется видео. Вот один конец на лампы идет. Второй конец тоже прямо на лампы идет. Вот такие тоненькие провода идут. 220 через банку. Они бы там сгорели. Любой инвертор бы там выдал, что короткое замыкание идет. Он бы отключился. Он бы не мог потянуть 5 кВт от аккумулятора. Вот этот белый провод, он виден, что просто к банке припаяем. Он видимо, что просто охранял эту крышку от статики. Всякое там, чтоб не было тока. И он вот пропускает через банку его там за землей. А вот оранжевый, он там виден, что идет в банку. Он на 220 вольт пропускает. А второй вот оранжевый выходит и на лампы идет. А второй вот на лампы идет на землю. И тоже там на минусы. Весь минус идет на 220. Вокруг тут 220 тоже на минус идет. Вот тут видно, что припаян этот белый. Этот не припаян. Вот он спермат. Смотрит ли искра есть. Говорит, ари, ари, если есть. Но может там и без искры он работает. Может это, ну как, уже облучение идет, уже все равно. Даже если тут искра не будет пробивать. А так как Тесла тоже уже облучает, даже когда искры нет. Даже нет. Только что меня немножко удивляет, что он когда отключает эти лампы, ну вот от инвертора, лампа не сразу притухает. Но возможно там на конденсаторах он еще некоторое время там заряженный конденсатор как-то генерирует. А система мало потребляет, поэтому он медленно затухает. А нет, хотя он просто прямо отключает вот этот трансформатор 220 вольт. Поэтому там как бы нет никаких конденсаторов. Но может как бы эффект еще продолжает цепляться, хоть уже и 50 герц пропадает. Поэтому они как бы так не сразу потухают. А может они очень сильно нагрелись, поэтому так не сразу потухают. Не знаю, вот это немножко странно. Вот этот инвертор у него идет 220, тут розетка и тут розетка идет прямо на трансформатор. Вот этот вот. А инвертор тоже нужно сперва с розетки запустить. Тогда он запускается и потом можно отключать уши. Вот такой старый инвертор. А потом он уже этот аккумулятор начинает работать. Вот они отключили от розетки. 06 ампир. Где-то 100 ватт потребляет систему. На выходе 25 ампир. 20 на 2 на 2. Ну это где-то 4-5 киловатт. Что там обычная клеща мерит. Как бы говорить, что там 50 герц. А не какая-то высокая частота. Тут он подключает трансформатор как понижающий к этому выходу. Вот где лампа. Потом от этого трансформатора. Потом после него есть диодный мост. И он запускает там где-то 16 вольт. Он запускает на конденсатор. Там уже постоянное напряжение. Может там нет конденсатора. Поэтому она пульсирующая. И поэтому он там замеряет токовыми клещами. Которые идут на аккумуляторе. И они меряют потому что она пульсирующая. Может конденсатор даже есть. Он не успевает все это сгладить. Потому что там нагрузка сильная. Он там маленький. И поэтому она пульсирует. И токовые клещи его замеряют. если бы там была постоянная он бы не мере не мере бы токовые клещи наверняка подключает вот это как бы постоянно пульсирующие напряжение как аккумулятор чтобы его заряжать а тут искры как бы нет но тут может она в этом спрятаться и и не видно просто она там может очень слабо но может даже если ее не будет все равно тут не вискре дело может просто главное чтоб получала катушка теперь вытянет провод он показывает опять сколько идет с этого инвертора 0 3 ампер 0 3 эти клещи иногда больше надо меньше показывает они не точно умножить на 220 3 на 2 где-то 60 ватт 2 наш 40 тут уже на нагрузки 23 24 ампера уже 28 минут тут нынешнего качестве